Харьковский физикотехнический институт Но послушный термояд — это огромная, пока еще далекая цель А в истории нередко бывало так Стремясь к неведомому континенту, мореплаватели открывали по пути большие острова Нечто подобное произошло и у исследователей плазмы Открытие В какой момент можно считать его состоявшимся? Когда созрел замысел и автор воскрикнул «Эврика»? Или когда оформлено авторское свидетельство? А может быть, открытие рождается по-настоящему, только после внедрения? 12 лет назад, запомним эту цифру 12 лет назад харьковские физики Нет, они не овладели термоядерной реакцией Но сделали интересное открытие В чем его суть? Напомним, плазма — это ионизированный газ Состоящий из ионов, электронов и атомов Атом любого вещества, попадая в плазму, ионизируется и становится ее частицей Значит, есть возможность смешивать то, что в природе не соединяется Скажем, металл и газ Харьковчане доказали на опыте Из некоторых металлогазовых смесей Например, титана с азотом Можно получать очень тонкие Но необыкновенно прочные пленки В вакуумную камеру Устанавливают титановые электроды Подводят газ А это пластинка, на которую будет нанесено покрытие Электрические разряды превращают титан в поток атомов и ионов Туда же в камеру подан азот Его частицы перемешиваются с частицами титана Приобретая в плазме высокую энергию Они бомбардируют пластинку И покрывают ее твердой пленкой золотистого цвета На нитриде титана не оставит царапины даже корунд Но, увы, открытие нельзя считать состоявшимся В день первого удачного опыта Понадобились годы, чтобы добиться нужного режима работы установки Оптимальной температуры Наилучшего соотношения компонентов Наконец, харьковчане довели технологию плазменного нанесения покрытий до совершенства Ученые сделали и следующий шаг навстречу производству Сконструировали надежную и компактную установку по имени Булат Теперь любой завод с помощью такого Булата Может покрывать режущие инструменты пленкой из нитрида титана Она в 5-6 раз тверже лучших инструментальных сталей Сверла, резцы, фрезы, упрочненные плазмой Работают эффективнее и служат намного дольше, чем обычные Они одеты непроницаемой броней И не нуждаются в добавочной заточке Итак, открытие состоялось? Официально, да Но Булаты эффективно работают на считанных заводах А на большинстве машиностроительных предприятий страны Как и 12 лет назад Пользуются дорогим, непрочным, однако таким привычным инструментом Открыть удивительное явление Изобрести новую технологию Оказалось проще, чем сломать старые привычки Плазменное нанесение покрытий в практике машиностроителей Осталось частным случаем Но ученые народ упрямый Не найдя поддержки своим идеям в одной отрасли производства Они устремляются в другую Подчас весьма неожиданную Уже давно зубные врачи в поисках наилучшего материала для коронок Крепкого, долговечного Выбрали золото Ну а если взять неблагородный металл И покрыть его слоем нитрида титана И вот зубные коронки Стали в 14 раз прочнее, чем золотые Но стоят в десятки раз дешевле И так переворот в стоматологии Нет К сожалению, снова частный случай использования разработки харьковчан Такие коронки применяют всего в нескольких десятках клиник на всю страну Субтитры создавал DimaTorzok Однако физики все-таки народ упрямый Реставрация памятников старины Дело важное Всенародное И очень дорогое Ведь только на восстановление по золоту Уходят десятки килограммов чистого золота Сотни квадратных метров Драгоценной фольги Но сусальное золото можно заменить тонкой фольгой Покрыв ее нитридной пленкой Даже специалист не отличит по внешнему виду плазменную по золоту от подлинной Увы И здесь инерция мышления оказалась сильнее здравого смысла Обработанную плазмой фольгу пока не применяют нигде Открытие В какой момент можно считать его состоявшимся? Когда автор воскликнул Эврика? Или когда открытие начинает служить людям? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok